Донбасс После этой войны кто-то вернется домой к семьям, кто-то останется на Донбассе. Вот Юрий Матвеев из Ульяновска, бывший десантник. В Донецк отправился после событий в Одессе в мае прошлого года. Влюбился, решил остаться. Девчонку понравилось. Двое малых детей у нее не хочется бросать, они уже ко мне привыкли. Я надеюсь, после войны какой-нибудь бизнес организуем. Ну или если бизнес не организуем, то буду работать просто. Это тоже боец пятнашки Евгений. И он остается. Но работать желает, используя свой прежний армейский опыт. По своей специальности сапером остаться, неразорванной снаряды убирать. То, что тоже люди такие нужны будут. В середине февраля 15-я бригада вошла в Дебальцево вместе с остальными шкуромовыми отрядами Новороссии. Пятнадцка! Кто самый сильный? Пятнадцка! Спустя несколько дней они стояли уже на позициях, отвоеванных у армии Украины. Полные ящики снарядов. Позиции, конечно, конкретно усиливались они. Окапывались все лето здесь. Этот доброволец – житель одной из соседних областей. Воюет давно. Показывает нам трофеи, доставшиеся от украинской армии. А это подарок нам от 128-й бригады, которая отсюда половина чухнула, половина здесь легла. Спасибо, ребята, приносите еще или оставляйте и убегайте дальше. Добровольцы 15-й бригады привезли в Дебальцево гуманитарную помощь. Невообразимое зрелище, изнанка войны. Мирные жители, они не умеют ни воевать, ни как следует прятаться, и их гибнет больше, чем военные. Обратите внимание на привлекательную женщину, раздающую из машины хлеб. Ее зовут Елена, и она совсем недавно вышла замок. Супруг здесь же, в одном отряде. Это боец пятнашки с позывным «Док». Удивительно позитивный человек. Но какое может быть будущее у этих старушек без поддержки новых властей? Это мы варим, тут кушать варим, буржуйка стоит. А девочка, это что у вас тут это делает? Вот эта девочка, это моя жена. Да? Помогает вам, друг. Нет, она не помогает, она служит. Да? На торчение пошла, да. Мое сопровождение, потому что я за рулем, а 80% моей жизни зависит от нее. Она с автоматом ездит. Вот вам еще одна судьба ополченцев. Лена и Дук поженились на войне. Она из Грузии, он с Донбасса. В честь этого наша пятнашка подарила нам самая дорогая вещь, которую мне дарили когда-либо в жизни. Это автомат с гравировкой Доку Елене в день свадьбы от пятнашки 13.09.2014. Война войной. Ну как-то хочется семью создавать. Уюта. Все хотим жить как-то. Все хотим иметь детей. Несмотря ни на что. Просто хотим жить. Олег вообще добрый человек. Очень добрый. Очень заботливый. Переживает за всех. И за каждого. Очень любит родителей. Уважает своих родственников. Всем помогает. Никого в беде не бросает. Вот я с ним познакомилась. И мне очень нравится его характер. Веселый. Вот я нашла в него то, что не хватает во мне. Как дополнение в моей жизни. Мы стараемся, как бы сказать, каждый день жить как последний день. И любим друг друга очень. Ну и у нас большая надежда на то, что все-таки мы останемся живы. И наша война закончится. Несмотря ни на что, я счастлива. У меня есть дети, у меня есть ног. Все здоровы. Я здоров, а муж здоровый. Все у нас хорошо. И мы стараемся к этому. Чтобы быть счастливыми, несмотря ни на что. А вот командира знаменитой интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Абхаз» мы решили представить не на передовой. Его бригада помогает беженцам, брошенным детям в донецких больницах. И вот даже начинающим рэперам. Я своих ребят, многих к этому приучаю, потому что, чтобы не было потом болезненного вхождения в мир. Потому что они же не все солдатами будут. Не каждый останется в армии. Многие по возрасту, многие по здоровью. И мы это прекрасно понимаем. И мы готовим к гражданской жизни. Мы каждое воскресенье проводим какие-то мероприятия. Приглашаем народные ансамбли, приглашаем простых рок-исполнителей и так далее. Я сказал, ребята, может вас эта музыка будет раздражать. Может вы в тот момент будете сидеть и думать, что они играют. Но вы не будете думать о том, где их стреляют и как взрываются. Вы отвлекаетесь. Оно вам надо. В ДНР и ЛНР формируются свои регулярные армии. И сами местные жители есть, желающие сделать карьеру военную. Что самое сложное? Самое сложное? Ну что самое сложное? Что они ходят по нашей земле, это самое сложное. Это больше всего гнетет, можно сказать так. Не было бы их, было бы прекрасно, мир и все. И нас бы тут не было с автоматами в руках. Ситуация на Донбассе явно успокаивается. Тяжелая артиллерия, грады и ураганы молчат. Они отведены на тыловые позиции. Но кое-где еще продолжают стрелять. Мы отправились на дальнюю окраину Донецкого аэропорта. На так называемую РЛС, чтобы увидеть, как сегодня выглядит линия соприкосновения. Едва мы выезжаем на летную поле, вокруг нашего БТРа ложатся мимо. Здесь держат оборону бойцы армии ДНР из батальонов «Спарта» и «Сомали». Командует старшина с позывным «Кошмар». Что, парни, устали меня заряжать-то? Да нет, да нет, нормально. Мы же не на отдых приехали, а на войну. Кошмар, а там таблетки ваши со шприцами. Где? Давай, таблетки. Шприцы, таблетки, медикаменты. Там же смотри, на сидушке, что осталось, и мы оттуда ничего не доставали. Там рация, ищите раз-то. Россия один, братцы. Жить-то хочется. Колес, бегом, 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 залез. Давай, давай, давай. Бегом, залезем, 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 залезем ем. Как вы тут неплохо устроились, братцы? Нормально. Пятерочка у вас тут. Все как положено. Это самая передняя точка. Самая жаркая точка. Туда, куда они хотят зайти, но у них не получается. Видите, с чем мы воюем. У нас есть соленые огурцы, автомат Калашникова, пулеметы, РПГ. Все, вот наше оружие, чем мы защищаемся. Профессиональные войска. Да, профессиональные войска. Детели, бля, бля, металлур. Как они говорят, что воюют. Эти самые, Россия, А тут воюют только одни шахтеры, да, обычные люди. Простые, именно самые простые Донбасса. Донецкие, Донецкие. Донецкие, Донецкие, Донбасса. Не для всех война заканчивается счастливым возвращением домой. А борода не в снегу? Это Алексей с позывным Ейск. Мы познакомились за день до его гибели. Даже подружились. Он никогда не расставался с видеокамерой, прикрепленной к шли. Не, серьезно, что-то наснимаю, наговорю, комментирую, да. Я там, понятно, смотрю по 150 тысяч просмотров. С нами наша честь, совесть, достоинство и вера в правое дело. Ну и автомат Калашникова. Ейск был убит за несколько часов до перемирия. Его товарища с позывным Дэн искали после гибели 5 месяцев. Оба добровольцы. Ни один из них не является солдатом. Они только по зову сердца сюда пришли. Их никто не присылал. Так что слова Дэна, уходя сюда, он сестре сказал, поеду ребятам, помогу. В память, во славу героям Донбасса. Огонь! В бригаде 15, когда они заходили в Донбасс, было всего 15 добровольцев. Сейчас это большое формирование. Большинство после восстановления мира разъедутся по домам. И еще. Любая война, особенно гражданская, рождает своих больших героев. На Донбассе их список велик. Но после войны наступает уже другая жизнь. И этим лидерам, при их желании, придется зарабатывать новый статус. Уже в политике, в бизнесе. Но дело в том, что в мирное время это сделать порой гораздо труднее, чем на войне.